Всем привет, друзья! Сегодня у меня эфир получается только такой, но я решила, что лучше такой, чем никакой. Поэтому сегодня есть хорошая тема, которой я хочу поделиться, и уже если вы прочитали название, то вы ее знаете, если нет, то сегодня мы поговорим с вами о том, как вылезти из глубокой, я назвала это жопой. Но акцент здесь не на вот это же, а как раз на глубокую. Почему? Всегда изначально рассказываю вам, почему такую тему беру. Дело в том, что часто вспоминаю какие-то свои моменты тяжелые, а вспоминаю их тогда, когда получаю противовес. То есть, когда у меня осуществляется какая-то цель или желание, и я, возвращаясь назад в некую точку, вспоминаю, что я вообще не представляла, как снова можно к этому прийти, как, например, на что-то можно заработать опять. Потому что, когда ты чем-то обладаешь в жизни, очень легко говорить о том, как, значит, это получить, и вообще ничего сложного здесь нет, вы просто все не те люди, и все не то делаете. Но когда ты сам находишься в точке ноль, а что чаще минус где-то, даже при условии, что когда-то ты был наверху, то есть ты уже там был, потом ты упал, это удивительно, но ты не понимаешь, как оказаться снова наверху. То есть, когда ты падаешь вниз, ты, бывает такое, и бывает часто, когда ты точно знаешь, что ты попадешь наверх, но не имеешь ни малейшего понятия, как ты это сделаешь. И если ты не попадаешь туда через месяц, а оказываешься в нижней точке на год, два, три, то, конечно же, ты уже и не помнишь, и не веришь в то, что с тобой это, в принципе, могло быть. И все хорошее, все то, что раньше для тебя было очень легким и доступным, вдруг становится для тебя вообще непонятным. Ну, расскажу вам такой пример. Например, я купила свой автомобиль, я его купила за 120 тысяч евро, приехав в салон и налом отдав деньги, заработав на него самостоятельно на своем бизнесе в течение трех месяцев. Вот так это было. И вот, когда ты сидишь, значит, и все в твоем бизнесе происходит только так, что ты на него работаешь, и когда ты не можешь потратить на себя деньги от слова никакие, потому что ты платишь зарплаты, арендные платы, все, и ты не можешь пойти себе в Зару гребаную купить кофточку, ну, может быть, я утрирую, но приблизительно так это выглядит. Ты думаешь, как я мог купить вообще Порш? Это первый уровень. Как я мог его купить? Уровень номер два. Какой я был дурак? Нахера я купил новый Порш? Я же мог купить машину попроще, не с салона, она была бы дешевле. Короче, твой бедный мозг начинает включаться, выставляет себя полным дураком. Дальше он начинает высмеивать всех состоятельных, богатых людей, всю дорогую какую-то комфортную жизнь. И, в общем, в итоге ты превращаешься в такую жертву, которая, простите, сидит и поносит на всех, рассказывая, что все, значит, идиоты, все дураки и вообще не в этом счастье. И вот ты такой весь сидишь, сейчас, друзья, все это себе рассказываешь и ничего хорошего не происходит. Но факт остается фактом. Мы можем переживать разные стадии. Многие люди, огромное количество людей, никогда там наверху даже и не было. А не было еще и по причине того, что заранее знают, что туда попасть невозможно. Это все небожители, это все какие-то космические люди или бляди, проститутки, воры, кто там, ну и так далее. То есть мы все знаем, мы прекрасно находим все оберегательные такие факторы, которые помогают нам чувствовать себя сухо и комфортно. На всех посрали, всех обрыгали, всем про все рассказали, картинка, а мне-то так хорошо. Но хорошо ли мне, большой вопрос. Поэтому первый момент, конечно же, с которого всегда нужно начинать, если вы хотите вылезти из жопы, я буду называть все-таки это так, важно признаться, что вы в жопе. Ну то есть важно сказать себе, да, бляха, я в жопе, и мне не нравится эта жопа. Потому что если вы сидите, и вы себя оправдываете, и вы считаете, что когда-то эта жопа рассосется сама по себе, вы поджирая пончики, надеясь, что она рассосется, вы вылезете из ануса, то вы просто глубоко зарыты. Вы точно не вылезете, этого точно само по себе не произойдет. Но если вы все-таки желаете вылезти, то запомните, первое, что нужно сделать, это не утешать себя, не успокаивать себя, а просто признать факт. Признать факт того, что да, это задница, да, моя жизнь меня не впечатляет, да, я понимаю, что я так больше не хочу. И это первый пункт, потому что пока вы смазываете, простите, вазелинчиком все вокруг, ничего не получается. Возвращаемся дальше. Я сегодня в моей жизни случилось очередное событие, очень хорошее, очень крутое, и я ему очень радуюсь, потому что еще, наверное, два года назад я понятия не имела, как мне это сделать. Ну, то есть, где мне взять на это средство, потому что это все-таки могут позволить себе люди определенного уровня. И вроде это не супербогатые люди, а просто люди, которые умеют хорошо зарабатывать, которым я себя и причисляла, но я не знала, как этого сделать. А сейчас это сделать для меня, в принципе, достаточно легко. И благо, что все произошло. Так вот, к чему я это? К тому, что я решила все-таки проговорить и отследить эту взаимосвязь. Потому что, как я уже говорила, когда ты сидишь в попе, то есть, что я подразумеваю, когда у тебя есть проблемы финансового характера, короче, твоя жизнь вообще какая-то, ну, ты не понимаешь, как тебе из нее вылезти, как тебе начать больше зарабатывать, как тебе что-то поменять, как тебе улучшить, как тебе перестать быть похожей на ту белку, которую я недавно показывала у себя в сторис, которая бежит, 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 бежит ради того, чтобы бежать. А ничего нового она не прибегает и не делает. У нас складывается иллюзия, когда мы делаем большое количество разных дел, у нас, там, читаем книжки, еще что-нибудь, у нас есть такая иллюзия, что что-то изменится. Я буду что-то делать и как-то изменится, но нет. Опять нехорошую новость вам принесу, нет. Оно как-то изменится, но не сильно. Может быть, усугубится ситуация, особенно, если вы бегаете по колесу. Потому что люди очень часто пытаются делать то же, что они делали, с разным настроением, в разное время года, в разной одежде, но делают то же самое, результат получается один и тот же. Так вот, когда ты находишься, повторюсь, в этой попе, чаще всего ты не понимаешь вообще, что тебе делать. Когда же ты вылазишь, то ты понимаешь, ты вспоминаешь шаги, которые ты предпринял, и думаешь только об одном. Сейчас, что-то экран гаснет. И думаешь только об одном. А что я их не предпринял раньше? Почему? Это же так очевидно и так просто. Я не буду вам врать и говорить, что вот это очень очевидно и очень просто. Нет. Но я сегодня дам вам классную пищу для ума, которая даст вам лестницы. Лестницы, веревочки такие, знаете, по которым, если вы будете подкачивать свои мышцы, вы вылезете. Кстати, смотрите, есть такая интересная штука. Представьте себя в большой яме, да? Ну, вот буквально, вы в яме, и вам бросают веревку. Можете ли вы вылезти из ямы, если вам бросили веревку? Давайте мозг включаем по назначению. Можете ли вы вылезти из ямы, если вам бросили веревку? Это важно. Ой, мамочки. Так, я пока подожду. Все-таки я понимаю, что эфир залипает, но мне важно понять вас. А вы должны понять мою линию. Можно ли вылезти? Можно. Да, почему нет? Да. Хорошо. Помните такую штуку в школе? Канат. Та же веревка. Помните эффекты, какие были разные? Помните? Кто-то на канате поднимается, а кто-то нет. Почему? Спасибо. Надо физическую подготовку. Все зависит от того, насколько крепкие ваши руки. Потому что, если руки у вас не крепкие, вам веревку бросают, а вам-то по ней надо лезть, и если вы физически недоразвитые, да, ну, такое дурацкое слово, ну, короче, физически неподготовленные, вы не вылезете, хотя веревка у вас будет. Так вот, запомните, в жизни такая же херня, ребятки. Если вы для того, чтобы, давайте так, для того, чтобы вылезти из жопы, вы должны провести некую внутреннюю работу для того, чтобы осознать, какие действия вам нужно выполнить. Потому что любое в жизни, вот такая вот, любой перепад дан прежде всего нам для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы мы в чем-то прокачались, для того, чтобы мы что-то осознали, для того, чтобы мы что-то совершили. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Ведь именно переживая определенные трудности, мы и изменяемся. Если бы с нами не происходило никаких сложных ситуаций, мы бы с вами деградировали, потому что мы начинаем с вами проживать момент эволюции именно тогда, когда мы чего-то достигаем. Может ли, там, я не знаю, бегун, может ли бегун сразу круто побежать, выиграть сразу же своим диким желанием, выиграть сразу же Олимпиаду? Нет, не может, мы это все понимаем. Для того, чтобы выиграть что-либо, мы должны тренироваться и трансформироваться. Человек, который принял решение заниматься бегом, и человек, который пошел на соревнования, это два разных человека, не будем брать Олимпийские игры, часто готовятся к марафонам. Знаете, сейчас популярные различные марафоны, и часто люди готовятся, они говорят, так, я принял решение принимать участие в каком-то там марафоне, я начинаю полгода готовиться. Потому что сегодняшний я не в состоянии пройти эту дистанцию, не то чтобы выиграть, я не в состоянии пройти ее дистанцию, сегодняшний я. Но если я буду меняться, если я буду работать над собой, то я тогда могу это сделать. То же самое и в жизни. Первое, что вы должны понять, что для того, чтобы вам откуда-то вылезти, перейти из вашей точки А в точку Б, вернемся к геометрии в школе, нам необходимо пройти некий путь. Помните, вышел поезд из точки А с одной скоростью, дошел к точку Б с другой скоростью и так далее. Вот нам нужно с вами что-то поменять в себе. Вы должны осознать, что если вы отчаянно пытаетесь, даже пытаетесь, но ничего не меняется, значит вы делаете что-то не то в контексте, что вы еще не готовы к той цели и к той точке, которую вы для себя ставите. Это первое. Когда мы это осознаем, что нам это дает? А дает нам это следующее. Мы понимаем, что дело не в том, чтобы просто тупо жаловаться, что у меня не получается, и опять обвинять, как обычно, всех вокруг, время не то, президент не то, курс доллара не тот, а понять, что мне необходимо вырасти над собой. Как? Когда мы начинаем задавать конкретные вопросы, не вот это общее, да, такое взагали, говорят на Украине, взагали. Вот мы в общем что-то пытаемся решать. А когда мы начинаем конкретизировать и искать конкретный ответ, нам становится сильно легче. Так вот, давайте начнем сначала. Первое, что мы делаем, когда мы попадаем в анальное отверстие, мы признаем. Мы признаем, что та жизнь, в которой я сегодня нахожусь, та реальность, в которой я существую, мне не нравится. Я хочу из нее вылезти. Я больше не буду говорить, что нормально. Я не буду сравнивать себя с теми, у кого еще хуже. Я не буду, короче, себя каким-то образом подбадривать. Я просто признаю. Не буду себя не убивать, ничего. Я просто признаю. Ну, что вы пишете? Полюбить себя. Ну, полюбите себя. Лучше поймите себя. Вот понимаете, общая фраза, которая вам вообще ничего не дает. Мы говорим с вами о конкретике. Я говорю о тех, кто в буквальном смысле хочет вылезти с дна. Если вам про попиздеть, простите, про полюбить себя, поверьте в свои силы, возьмите и побегите, скажите, что вы можете. Ну, ребята, алло, идите побухайте лучше и пожрите. Это хотя бы будет точно приятно. Вам не надоело кормить себя вот этой вот всякой хренью? Давайте к конкретике вернемся. Значит, первое. Нам необходимо признать. Мне уже кажется, я тысячу раз это сказала. Второе. Следующий момент, какой будет логичный? Следующий логичный момент, важно понять, что если я буду продолжать делать то, что я делал до этого, то ни хрена не получится. Это важно понять. То есть мне нужно пробовать что-то другое. Вот здесь следующий нюанс, который я хочу пожевать, это признание такой вещи. Мы сейчас с вами как будто бы это, я вас алкоголиками признаю. Делаем 12 шагов на немных алкоголиках. Вторая вещь, которую вы должны осознать, это то, что все, что с вами произошло, это не случайное стечение обстоятельств, не проклятие, не потому, что цыганка однажды встретилась с вашей мамой, она была беременна и не дала ей денег, и дальше тут вслед крикнула, не потому, что когда-то вы сделали одно неправильное действие, и теперь должны за это расплачиваться, даже не потому, что ваш парень или ваша баба вас обманули, и они козлы, и вы больше не верите в человечество, все это не имеет никакого значения. И не потому, что вы живете с мамой, и не потому, что что-то еще происходит. Нет. Все, что есть на сегодняшний день в моей реальности, я вам даю конкретный план. Вот тот, кто меня услышит, тот выиграет. Тот, кто будет любить себя, любите. Важно понять, что все, что вообще происходит сегодня в моей жизни, я являюсь всему этому причиной. Я являюсь всему этому причиной. Ничего об этом не говорит, да, сейчас, ну и что, ну я причина, и что. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы услышали и осознали очень простую вещь, в которую всем сложно поверить, но так оно и есть. Я думаю, что человек очень просто, очень просто управляет своей жизнью. Всегда. Знаете вы об этом или не знаете. Вот я могу сейчас знать, что я веду машину, а могу думать, что я просто баранку кручу. Но суть от этого не меняется. Я могу знать, как я дышу кислородом, как он там проходит, что там излучается, куда выходит углекислый газ. Могу не знать, но я дышу. То же самое происходит с вами. Знаете вы или не знаете, но каждый из нас, абсолютно каждый, создает свою реальность на протяжении всей жизни путем тех мыслей, которые мы в себя впускаем с самого детства. Они к нам там заходят, они становятся нашими убеждениями, программными установками, но они нас формируют. И они создают нам, это такая, знаете, некий набор опций, которые у нас есть. Вот если вы зайдете там в программу Microsoft Point, да, помните, вы не сможете там сделать того, что не предусмотрено опциями. Не сможете, вот не сможете. Вот то, что там есть набор, вот вы этим и можете пользоваться, больше ничего не сделаете, если программист не перепрограммирует. Так вот и вы, вы сами того не понимая создали свою собственную программу и рассказали, дали себе набор всех опций. Вы этого не знали, вы вас никто об этом и не учил, в школе вас учили интегралом, а такому не учили. И вы понятия этого не имели, вы все брали за правду, вам что-то говорили, вы что-то верили. И вот сейчас сформировалось ваше мировоззрение, ваша карта мира. Вы четко знаете, что вы можете и что вы не можете, что вы умеете и что не умеете, что вам подходит и что вам не подходит. Вы все про себя как будто бы знаете, вам так кажется. То есть вы поверили, вы создали какого-то клона и вы думаете, что это вы, что вы именно такой другим быть не можете. Вот все. И по этой программе вы живете очень четко, вам даже думать особо не надо. Вы сразу же знаете, я скажу микрофон, на, поет, ты скажешь, нет, нет, я опять не умею. Я скажу, давай станцуй, ты говоришь, нет, этого я не могу. Я скажу, на, надень эту культу, ты говоришь, она мне не идет и так далее. То есть вы даже не думаете, каждый из нас так устроен. В принципе, до тех пор, пока не проснется и не встретится с тетей Олей. И вот, значит, к чему я это все веду. К тому, что необходимо понять вот эту простую штуку. Что за счет того, что я так сам о себе думаю, за счет того, что я такую реальность в своей голове сформировал, я во все это поверил, можно расписать себе тысячу листов, у меня и есть такая жизнь. Вот она такая, я, оказывается, сам ее придумал. И я четко знаю, например, что по-другому быть не может, невозможно. А теперь я вам скажу такую следующую вещь, которую нужно делать дальше. А дальше нужно вдруг понять, что, а может, может, это женщина, которая сидит тут за рулем. А что, если она права? А что, если бы я думал о себе по-другому, и это стало бы правдой? Что, если бы я попробовал измениться? Интересно, вот, посмотрели. Знаете, у меня есть такой жизненный этап, ну, кстати, такой очень недлительный был, когда я похудела. Из подростка полненького превратилась в худенькую девочку. Но фотографии, когда я выставляю было и стало, просто производят на людей фурор. Тут же, тут же вся новая аудитория в личку мне пишет, «Как вы это сделали? Как вы это провели?» Я знаю людей, которые похудели на 120 килограмм. Я похудела на 12. Это вообще ничего. Но меня всегда поражает этот ажиотаж. Что же вы такого супер-пупер сделали? Потому что разница людей сражает. Так вот, я вам хочу сказать, что по факту ничего особенного я не сделала. Просто в какой-то момент я признала, что я жирная, и в какой-то момент я осознала, что я хочу поменяться. И я просто начала следить за своим питанием и заниматься спортом. И удивительно, но через несколько месяцев это произошло. Удивительно. Я не колдовала, не ходила даже на липосакцию, ничего такого не делала. Вот с жизнью такая же история. Существуют так называемые ментальные практики, которые умеют, или цель которых, давайте скажем это так, перепрограммировать ваш мозг. Вот вы являетесь программистом своей Microsoft Point. В чем заключается смысл на русском обычном языке? Смысл заключается в том, что нам необходимо изменить представление о себе и о своей реальности. Разобраться с тем, что мы о ней думаем, и тогда очень четко увидеть взаимосвязь между тем, что мы получаем. Потому что, поверьте, все абсолютно, все ваши проблемы, неудачи, ваша плохая работа, ваше неверие в себя, ваше понимание того, что без денег ничего не получится, ваше понимание того, что в маленьком городе нельзя выжить, и там можно быть только бедным кассиром или бухгалтером, ваше представление о том, что деньги – это плохо, это зло, вот все это, и ложится в основу того, что ваша жизнь выглядит так, как она выглядит сейчас. У кого-то классно, а у кого-то очень даже дерьмово. Вот, собственно, и все. Оля, ну что делать? Давайте разберемся. Снова вернемся к конкретике. Что же делать-то, люди? Сейчас я припаркуюсь. Во, вообще будет хорошо. Что мы будем делать, друзья? Давайте разбираться еще раз. Например, берем зеркало для красивого вида. Итак, когда мы понимаем, что, возможно, я создал свою картину мира, в которой нет работы, в которой я бедный, несчастный, вынужден жить так, как я живу, и я закрадываю мысль в свою голову, что я могу это изменить, у нас вдруг внезапно из состояния жертвы, загнанного человека, который вынужден жить так, как он живет, он ничего не может поделать. Он не знает, его на работу не берут, у него нет возможности, может быть, у него больная рука, нога, мать, отец. Ну, у нас есть тысячи проблем. Наша задача сбросить с себя эти проблемы, ну, просто сказать, а что, если все это не так? Это важно. А что, если я могу попробовать это исправить? Попробовать это исправить. Важно обрести веру в то, что я могу управлять своей жизнью. Я могу это изменить. Это очень важно. Попробовать в это поверить, сказать себе, тогда у нас появляется уже возможность. Потому что до этого мне казалось, что я нахожусь в закрытых дверях, я ничего не могу делать, от меня ничего не зависит. И вдруг мне говорят, на руль, на машину можешь ехать. Что получается? Если у вас появляется руль и машина, вы можете ехать, но при условии. Вам нужно научиться управлять этой машиной. Вам нужно понять, а как? А как? Следующий вопрос. Супер, оказывается, я могу сам, это прекрасная новость, но как? И вот здесь необходимо уже заняться очень простой вещью. Понять, как мы создаем свою реальность. Даже не можем создавать, а уже создаем. Какая взаимосвязь между тем, что мы думаем, делаем и как это у нас получается. Вначале вы увидите обраточку. То есть первая часть будет заключаться в том, что вы поймете, как вы вообще пришли к этой жизни. Потому что когда мы начинаем анализировать свои мысли, заниматься разными практиками, мы внезапно видим то, чего раньше не замечали. Это похоже на такое прозрение. Ты типа сидишь, и тебе кажется, что только что показали фильм, где ты лох, а ты этого раньше не видел. Это похоже на то, как ты смотришь, ты начинал танцевать танцами, и твое первое соревнование, и тебе казалось, что ты очень классно танцуешь или поешь. А потом ты смотришь через три месяца или через год, и ты думаешь, господи, какой позор. А мне же тогда реально казалось, что я хорош. Что я хорош. Вот, собственно, и все. Когда мы начинаем работать над собой, к нам начинают приходить все ответы. Потому что мы не можем прийти к финансовому успеху, к успеху в личной жизни до тех пор, пока наш мозг говорит о том, что все плохо, везде проблемы и ничего невозможно. В каждом мужчине мы видим того, кто нас сбросил, тому, кому нельзя верить, тот, кто всегда козел, тот, кто изменяет. Наши старые шаблоны постоянно диктуют нам то, как мы с вами реагируем на мир. И мы вроде бы пытаемся завести новых персонажей, устроиться на новую работу, открыть новый бизнес, а результат получаем один и тот же. И когда люди говорят, я словно награблен, одни и те же наступают, я словно хожу по замкнутому кругу. Почему у меня все время события в жизни повторяются? Вот я вам объясняю, почему. Потому что персонажи и место действия меняются, а ваше восприятие и ваша картина мира нет. Вы как будто бы в очках определенного цвета, и вы ездите в разные уголки мира, а в очках все черное, и вы ищете какой-то светлый кусочек, говорите, где же белое. Но очки, мать вашу, черную, понимаете? Ваши собственные очки. И изменив свои очки, вы вдруг их снимаете и видите, тут голубое, тут зеленое, тут фиолетовое. Оказывается, оно все разное. Дело никогда не в других людях, дело всегда в нас. И когда мы говорим, я тебя разлюбил, потому что я изменился, потому что ты изменился, речь на самом деле не об этом. Речь о том, что я тебя разлюбил, потому что я изменился. Я изменился. Мы начинаем, когда меняться с вами, у нас меняются взгляды и восприятие абсолютно на все. И тот человек, с которым нам вчера было интересно, сегодня нам кажется нудным, потому что я стал развиваться, потому что я стал расти, потому что раньше, вот как говорят, ну почему мы с ним теперь так? Да потому что раньше у вас был один круг интересов, вы тоже были такой же, как он, вам было интересно вместе смотреть телевизор, обсуждать проблемы, новости, пить пиво. А тут вы начали бегать, а он не бегает. Вы начали заниматься саморазвитием, а он не начал. Вы устроились на новую работу и начали зарабатывать больше, а он не может ходить в эти места. Он не может покупать одежду в этих магазинах. У вас начались конфликты, все. И ты говоришь, почему ты так изменился? Не он изменился, ты изменился. Ты изменился. Второй человек, когда на фоне, конечно, можно сказать, а как же я тогда для него, как же, точнее, если мы с ним вместе, я изменился, а он нет. Ну, в данном случае он пошел деградировать, ну, можно и так сказать, приблизительно. Так, как можно настроить свой мозг на стройность? На самом деле, точно так же, как и все остальное. Вы должны понимать, что почему я вас всех всегда приглашаю на рерайтер жизни. Потому что, вот знаете, в спорте, например, если я делаю отжимания, у меня напрягается пресс. Организм — это такой связанный, связанный между собой, ну, целостный организм, единая целая система. Точно так же и в жизни. Если вы, например, не работаете над ограничивающими убеждениями, в принципе, не работаете над своими сознаниями, то если я вам сейчас дам упражнение и скажу, проговаривайте и работайте так, вы этого не сделаете, у вас ничего не получится, потому что это будет какой-то втык. Нам нужна полная перезагрузка. Нам нужно свою систему полностью перегрузить. Помните, когда на компьютере что-то виснет, мы не можем перегрузить только это, то, что виснет. Нам чаще всего нужно перезагрузить весь компьютер. Точно так же и абсолютно и здесь. Система очень простая. Мы сначала обнуляемся, то есть мы убираем все старые убеждения, например, что у меня крупная кость, я никогда не могу похудеть, для меня это невозможно, у меня все в семье толстые. Мы раскапываем сначала это, удаляем эти файлы, понимаем, что это бред полный, а после этого мы уже засаживаем наши новые семена и уже начинаем с этим осознанно работать. И делаем это не только с какой-то конкретной системой, а делаем это полностью. Потому что если вы, например, все время, объясню вам, вы, например, я вам расскажу, как себя запрограммировать на похудение, на то, чтобы быть стройной. Но вы, например, при этом очень злой человек, который постоянно обижается, человек, который весь в негативе. С вами случится негатив, вы побежите жрать, потому что это взаимосвязанные системы. Потому что если вы не умеете работать со своим негативом, и привыкли его заедать, то ваша программа сработает, и ничего я с этим не поделаю. Вот, собственно, и все. Поэтому собирайтесь на рерайтер. Как вы относитесь к медитациям? Конечно, я отношусь к ним прекрасно. Мало того, у меня у самой много медитаций, которые я делаю для своих рерайтерцев. Медитации – это очень крутая штука, но с ними нужно уметь работать и понимать, как это делать, и с чем можно медитировать, а что лучше в свою голову не пускать. Вообще я медитирую каждый день. Мой учитель по-русскому говорил так, человек является сам для себя причиной всех своих бед и несчастья. Человек является для себя как причиной бед и несчастья, так и причиной счастья. Человек является как причиной своих болезней, так и причиной своего выздоровления. Поэтому ваше убеждение звучит несколько негативно. А история про то, что человек полностью управляет своей реальностью и может повернуть куда угодно. Можно ли сказать, что машина – это опасная вещь, опасный транспорт, потому что можно врезаться? Можно. А можно ли сказать, что автомобиль – это прекрасный помощник в передвижении твоем по городу, по континенту можно? Выбирайте. Мы все время выбираем, но я бы не заключала так, что мы прям вот беды и беды. «Как вылезти из зажора?» Знания есть, все нужно знать, что действовать. Ну вот сразу же видно, что знания не дают вообще ничего. Если бы знания спасали нас от зажора, алкоголизма или что-то еще, нужна хорошая команда единомышленников. Это важно, потому что команда держится над этим. Сходите к анонимным обжорам. Есть такие сообщества – анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, анонимные обжоры. Их принцип держится на том, что они выполняют определенные шаги и поддерживают друг друга. Можете прийти в «Рерайтер жизни». У нас не анонимные обжоры, но тем не менее. Тем не менее. Так, пока в стосунках, пока в отношениях партнер очень расслаблен. Как только расходимся, начинает больше зарабатывать. Стоя нормальный, график здоровой ежи. Я так надыхаю, ежи забагато контролюю в стосунках. Вы знаете, не существует правильных и неправильных отношений. Существуют правильные отношения, как и все остальное, для вас. Для вас. Что устраивает вас? Мы подбираем себе партнера, исходя из того, какими являемся мы сами. Когда мы сами начинаем развиваться, расти, и наше мышление начинает меняться, мы начинаем по-другому смотреть на какие-то вещи. Если вы сегодня принимаете своего партнера таким, если вас это устраивает, если вы не выгнали, если вам нравится в это играть, значит все в порядке. Но я вам могу сказать, что, например, если вы придете на рерайтер жизни, то 90% что вы уйдете от него. Вообще вот рерайтер интересно работает, он очень заставляет менять свою жизнь, потому что он очень проявляет все, что вам не нравится, и он начинает вам демонстрировать, что в процессе работы вы начинаете понимать, что вы достойны большего и хотите этого большего, и готовы к этому большему. И очень часто принимаются кардинальные шаги. Я бы не рекомендовала вообще никому, ни дня находиться в отношениях, в которых вы не уверены, и которые причиняют вам вообще какие-то вопросы, страдания. Не тратьте свою жизнь на это. Лучше один раз для себя определить, какие отношения я хочу, понять, какой я или каким я хочу быть в этих отношениях, как я хочу простроить свою пару, и, в общем-то, пойти в этом направлении, нежели пытаться уговорить себя, что, может быть, он изменится, может быть, там еще что-то, может быть, еще как-то. Ну, на самом деле, даже если человек меняется, то чаще всего вы уже помните его другим, и вы уже хотите, ну, вы уже не можете на него смотреть так же, как прежде. Вот, поэтому умейте закрывать какие-то двери, открывать новые, если вы к этому готовы. Вот, а если вам нравится этим париться, тогда наслаждайтесь. Так, спасибо за рерайтер, кто сомневается, стоит идти, идите даже бегите. Спасибо большое. Познакомилась с вами через фаршатого и нежеле. Это прекрасно, я только не знаю, кто это. Если вы правильно назвали фамилию, я не знаю, кто это, но, наверное, это хороший человек, раз он вас знакомит со мной. Так, стало жарко. Любимая работа через несколько лет стала скучной. В чём дело? Ну, дело в вас, дело в том, что вы стали меняться, тут опять-таки стоит поговорить с самим собой, в чём вам скучно, задать себе вопрос. И дело же не в работе, дело в вас, тем более, если она была любимой. У меня тоже было там много лет, я занималась свадьбами, очень это любила, а потом в какое-то утро проснулась и разлюбила, поняла, что всё как бы больше нет, больше я здесь быть не хочу. Нужно тоже иметь смелость себе в этом признаться и пойти дальше, задать себе следующий вопрос, ну, если это я не хочу, то чего я хочу, как я хочу. А вот, собственно, и всё. Не смотрит, ну, не... не стоит как бы сильно в этом копаться. Ну, понимаете, что жизнь очень быстрая, но даже если у вас сто лет, это не так много на самом-то деле. просто, значит, идите дальше, получайте новый опыт, умейте открывать двери, умейте закрывать двери. Я обожаю, когда мне кто-то звонит в инстаграм зачем-то, ещё и во время прямого эфира. Сейчас, ребятушки, я выпущу девочку. Ой, может, заодно перееду, мне тут не нравится стоять. Я приехала за ребёнком просто, приехала специально пораньше, чтобы с вами поболтать. Так, о, всё. Смерим картинку. Мне кажется, что вообще, знаете, вот самое глупое, что мы делаем в жизни... Самое глупое, что мы делаем, это долго решаемся, долго решаемся, долго страдаем, долго мучаемся, долго собираемся. Меня не расслабляет ваша медитация, очень много говорите, я вас слушаю, нет времени расслабиться. Ну, я допускаю такой момент. Я рекомендую, что если вам надо прям какая-то такая медитация-медитация, ну, включите себе просто голос и слушайте. Мои медитации обычно, которые я записываю, они больше на определённую работу внутри себя. То есть классическая медитация не подразумевает вообще никакого болтомни, абсолютно. Мне, например, не нужно, чтобы мне кто-то что-то там говорил. Но если я прорабатываю какую-то медитацию в контексте работы внутренней, да, когда мне там нужно что-то в себе раскопать, куда-то найти себя, что-то увидеть там, то тогда, ну, я не знаю, как без болтовни медитация. Но снова-таки, я же, знаете, вот как говорит мой знакомый, я же не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Поэтому это абсолютно как бы нормальный эффект, что кому-то я могу и не заходить. Боже, не знаю, как мне кусь съесть, это поудобнее. Вот, собственно, и всё. Я в этом плане абсолютно нормально отношусь ко всем этим вещам. Поэтому давайте всё-таки вернёмся к теме, да, по поводу выползания из попы. Я хочу, чтобы вы понимали, что выход, он есть всегда. Но до тех пор, пока мы не возьмём ответственность за свою жизнь на себя и не перестанем ждать, что кто-то решит наши проблемы, или забьём на это и начнём оправдывать, что это вообще всё неважно, это всё не нужно. Вы знаете, я вот сегодня являюсь мамой двоих дочерей. И я вам хочу сказать, что у моих дочерей классная, насыщенная жизнь. Спортивная, школьная. И это очень дорого. Вот я вам хочу сказать, это очень дорого. То есть, ну, может быть, это прям не знаю, в чём мерить, но так или иначе, я понимаю, что для жизни вот ребёнка, ну, обычная семья никогда этого не потянет. Но я не знаю, как это потянуть без продажи почки. И меня это очень сильно мотивирует. Мотивирует, потому что я понимаю, какой классной может быть жизнь, в каких классных школах могут учиться дети, как классно они могут выглядеть, как они могут развиваться, сколько всего крутого мы им можем дать. Но если у нас нет денег, мы превращаемся в злых людей, которые кричат на других, которые своим детям ещё говорят, что они, значит, там все твари неблагодарные, и просто закрываем им все возможные двери, веру в себя, развитие своих навыков, талантов и всего остального. Ещё и всё это полируем тем, что мы все так жили, никто не умер, ничего страшного. И это какая-то очень удручающая, страшная ситуация. Для меня дети всегда являлись драйвером, очень мощным драйвером для вылазки из задниц. Вот всегда. Я могла себе ещё оправдать, например, «Да, не нужны мне эти шмотки, всё это говно, всё это», но где ребёнку своему, например, сказать, «Я тебе не могу купить, я тебя не могу отправить на экскурсию», ссориться в родительском комитете, даже не в частной школе, а в обычной, за то, что 250 гривен в месяц это дорого платить, это же ужасно. Ну, это же ужасно. Вот, собственно, и всё. Поэтому находите для себя те драйвера, которые будут вам помогать идти вперёд, если вас не драйвит развиваться самостоятельно. Мне ещё очень интересно была тема, которая помогла мне тоже вылазить из своих задниц. Это тема развития, тема того, зачем я пришёл, как устроена эта реальность, куда я уйду, когда я умру, вот, ну, и так далее. И вот эта тема, она тоже, она крайне интересна, а она, что интересно, является туннелем и к нашему финансовому благополучию. Потому что, когда человек начинает искать ответы на вопросы, он начинает меняться, он начинает брать ответственность на себя за свою жизнь, и автоматом он начинает притягивать в свою жизнь деньги. Спасибо большое, мы про грудь поговорим, да? Друзья, ну, я же просто не могу как-то это одеваться, как бабушка, простите. Вот, я надеюсь, что все как-то совершеннолетние могут пережить женщину в коротком топе. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Так, сейчас я посмотрю, я не видела ваш вопрос, Станинов. Нахер это говорить, ты много почек продала? Ага, Станислав, нахер это говорить вопрос. Сейчас мы Станислава скроем, и все, и закрыли вопрос. Всегда появляются люди, которые, не знаю, то ли почки продали, то ли уже настолько жертвы. Вот заметьте, казалось бы, человек зачем-то заходит в твой эфир, это такая каста людей, поражающая меня, и ему настолько плохо, что он начинает цепляться. Знаете, почему? Потому что он же никогда ко мне в жизни бы не подошел, он бы уписался, никогда, никак не сможет со мной заговорить, подойти. Поэтому соцсети дают людям возможность каких-то прикосновений, и многие вот никак не могут прикоснуться, кроме как так. Это такая удивительная штука, век возможностей. Так, я, девочки, супер, спасибо огромное. Восхитительно выглядишь, расскажи про свое питание. Следую вашим видео, многое в жизни изменило. Спасибо. Вы знаете, нету, вот я никогда не понимаю этих вопросов про свое питание. Сейчас огромное количество взрослых, очень взрослых девочек, которые потрясающе выглядят. И каждая находит для себя какой-то свой способ, как ей держаться в этой форме. Поэтому я думаю, что если у вас есть такая цель, мое питание же вам ничего не даст. Ну так, поражать хотите? Вот покажу вам мое питание. Вот. Вкусняшки. Сухарики. Ну, очень мне нечем пластиться на самом деле. Вот. Просто я работаю много. Потом. Люди, они такие... Да нет, люди, они разные. И в моей жизни гораздо больше прекрасных людей, чудесных. Не берите себе в какие-то стереотипные вот это восприятие. То, о чем я говорю. Люди, они такие, люди, они злые. Люди, они... Да нет, люди классные, обалденные. Просто именно момент интернета дает возможность иногда кому-то очень странному залезть в твою жизнь. Но на самом-то деле я очень счастлива тому, что моя аудитория очень редко кто-то залазит ко мне подобный. У меня очень классная аудитория. Как вы сели на шпагат, чего начинали, где нашли тренера? Ну, есть полным-полно студий. Господи, я пошла просто в студию, которая занималась шпагатами, взяла себе тренера и стала регулярно ходить на тренировки. Я вам точно могу сказать, что ментальные тренировки или физические тренировки ключевая задача найти хорошего тренера, потому что не говорите мне про дисциплину, силу воли. Пока вы не начнете этого делать и пока вы не достигнете результатов, которые будут для вас ценные, ваша дисциплина и сила воли закончатся через полтора дня. Но когда вы находите себе хорошего тренера, хороший тренер – это тренер, который подходит вам. Вот и все. Это ключевое понятие, что такое хороший тренер. Это не количество его дипломов или еще что-то, он вам подходит. И вы регулярно начинаете тренироваться. Регулярно. Вот это слово регулярно – ключевое. В ментальных практиках это каждый день. Каждый день я не разрешаю рерайтовцам пропускать практики. Я очень отчетливо вижу, что люди, которые начинают пропускать практики, очень быстро начинают скатываться в злость, в негатив, в обвинение, в недовольство, в какие-то еще такие вещи. Поэтому регулярность крайне важна. Так, как поменять мнение о человеке, который очень бесит и непонятно почему? А вам нужно понять, что этот человек вас чем-то цепляет, он здесь ни при чем. Этот человек – это причина в вас. И первое, нужно себе задать вопрос, чем этим человеком, что, нет, чем, каким качеством или предметом обладает этот человек, что он меня бесит. Чаще всего нас бесят те люди, которым мы завидуем, которые имеют то, чего хотелось бы нам, но нам же кажется, что они этого не достойны. Они же не такие. Этот человек притягивает ваше внимание именно по этой причине. Потому что мне, в принципе, вообще все равно другие какие-то люди. Ну, какая разница, вот идет девочка, у нее там красивая куртка, ой, это некрасивая куртка, мне вообще все равно. Я сконцентрирована на своей жизни, у меня есть собственные цели, у вас нету собственных целей, у вас нету собственных достижений, вы на них не сконцентрированы, и вас злит тот человек, который обладает чем-то, что вам бы хотелось иметь. Часто взлят девочки, ну, так, чисто девочкин момент, почему этот парень с ней, она же дура, я помню свои такие эти, почему у нее такая машина, почему у нее она недостойна. Уберите фокус других людей. Помните, что если вы хотите меняться и менять свою жизнь, вам необходимо стать эгоистом, вам необходимо на всех забить, во всех смыслах этого слова, и сконцентрироваться полностью на себе. Перестать искать, в чем они плохие, в чем они вам не нравятся, как они вам мешают. Это ваш недорост. Недорост. Надо расти. Я когда себя ловлю на какой-то эмоции, я говорю, твой недорост. Иди, Ермилова, работай. Работай над собой. Раз ты такая гениальная женщина, работай над собой. Разберешься с ней позже. Это всегда очень такой четкий звоночек. Ежедневно смотрю ваши видео, многое осознала и проработала. Спасибо. Так, кто-то проблевался. Я надеюсь, вам хорошо стало. Как найти... Ну, это да, есть два типа людей. Да, людей типа в миллиарды. Чего вы в эту типологию устроили? Миллиарды. Мы все с вами абсолютно разные люди. Забейте на это. Каждый по-своему в чем-то хороший, не сильно. Как найти хорошую девушку для жизни, которая не пьет, не курит, не гуляет, не изменяет? Такие есть. А кто вам сказал, что это будет хорошая девочка? И зачем вам такая нудятина? Вы от нее сбежите. Вы потом будете хотеть трахаться с классной горячей телкой, иногда с ней курить в постели. И может быть, иногда даже сказать ей, давай какую-нибудь групповушку замутим. У вас какое-то очень странное представление о жизни, очень шаблонное и стереотипное. Хорошая девушка – это хорошая девушка для вас. Насколько... Какой вы? Вы подойдете такой хорошей девушке? Понимаете, отношения нельзя строить по принципу пьет или курит, какой у нее цвет волос, какой у нее грудь, какого размера ее соски, какие у нее ресницы. Это какой-то бред. Это, представляете, у вас любовь, короче, все круто, все офигенно. И тут у вас начинается секс, она нюхает вас и говорит, это там у тебя духи хуга боссом, вы говорите, да, она говорит, ненавижу, становится и уходит. Немножко странно, да? Ну, а почему? Если не пьет, не курит, то духами какими-то не пользуются. Очень странненький вопрос. Так, если он ничем не обладает, а просто бесит. Ну, Яночка, значит, тогда беситесь. Что я вам могу сказать? Если вы меня не услышали, значит, беситесь. Так, я сейчас в клубе, сегодня не представляю себе свой день без ментальных практик. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо, Руслан, спасибо. После рерайтера моя жизнь круто начала изменяться и меняется дальше. Спасибо большое. Ну, вот вы знаете, что я уже не обманываю. На самом деле, рерайтер не творит чудес, просто я сумела донести вам простые вещи, которые вы приняли, и все пошло дальше. Чудес нет. Так, рерайтер уже новый, хочу пройти, была уже с апреля месяца запустился новый рерайтер, да. С апреля запустился новый рерайтер, новый клуб и новый Биг Клаб. Все абсолютно новое. Сейчас пошел первый поток нового клуба, и потом идет в продолжение уже Биг Клаб, там новая программа своя, да, обновила все. Так, я даже на все отвечаю. Да ладно, пусть блядует, а зато не скучно. На сценарии рейтера я не знаю, потому что стоимость минимального пакета идет от 50 до 100 долларов в зависимости от момента, когда вы его покупаете. Сейчас, наверное, цена долларов 80, я так думаю, но не знаю. Нужно перейти по ссылке в профиле, и там указан, там есть счетчик, и написано, какая цена на сегодняшний день. Вот. Моя была неплохая, но она была шлюхой, и все, нечего добавить. Ну, Роман, вы знаете, вот это я не очень люблю, когда вообще о людях говорят плохо, шлюха, тем более. Мы же не разбираем, каким были вы, правда? Научитесь говорить всегда о себе. Это первое. И второе, запомните, мужчина, в каком бы состоянии он ни находился, никогда не должен себе позволять говорить ни о своей прошлой, ни о будущей, ни о бывшей, ни о какой женщине плохо, потому что это всегда говорит о самом мужчине. Женщина дала вам жизнь, женщина вас родила. И на самом-то деле я никогда не видела, чтобы от суперклассного мужчину женщина гуляла. Поэтому давайте будем смотреть всегда на себя и задавать главный вопрос. Что я сделал не так? Или как я выбирал женщину? Значит, я не умею выбирать женщин. Значит, я где-то в чем-то недостаточно хорош, раз я выбираю не тех женщин. Всегда начинайте с себя. Запомните простую вещь. Мы не можем изменить других людей, и это самое тупое, что мы можем делать. Но мы можем изменить себя. Мы можем посмотреть на себя со стороны, мы можем изменить свое отношение к каким-то вещам и так далее. Это очень важно. Потому что плохих гуляют, хороших гуляют. Это вообще такой, знаете, момент стереотипный того, что, например, отношения должны быть одни. А может быть и нет. Может быть и нет. Все по-разному бывает. Ну, я не буду вам говорить библейскими заповедями, не судите. Я вам просто скажу, развивайтесь. Развивайтесь, и вы сами все будете понимать. Ваше восприятие станет гораздо шире. Просто приучитесь. Я хочу, чтобы с моих эфиров вы вынесли их самое главное. Вы перестали кого-то в чем-то обвинять. В любой ситуации. Шефа, босса, маму, родителей, детей. Вы являетесь причиной всего, что с вами происходит. И в любой дискомфортной для вас ситуации работайте над собой. Потому что над собой вы можете работать. Это то, на что вы можете влиять. А над другими нет. Вы не можете и не должны. Потому что каждый человек является своим собственным хозяином. У каждого из нас есть своя картина мира. И мы имеем право жить той жизнью, которую мы для себя выбираем. Почему я говорю меняетесь? Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была другая, то придется меняться. А если она вас устраивает, какой бы она ни была, то это тоже имеет право на жизнь. Например, в моей жизни тоже есть некие пункты, которые, наверное, с точки зрения социальных масс сказали бы, ты больная. Но я для себя их приняла. Это моя жизнь. В моих нормах, в моих правилах это моя жизнь. Меня это устраивает. Я это в себе приняла. Самое сложное, когда мы не принимаем в себе того, что у нас есть. Ну, вы знаете, например, когда люди меняют пол, все кричат, семья от тебя отказывается. Или пусть не меняет пол. Пусть он гомосексуалист. Ему нравятся мужчины. И вот общество начинает его осуждать. А какое, простите, мать, ваше дело, общество, до того, с кем он трахается, кто ему нравится, кого он любит, что вы знаете об этом человеке, что вы вообще знаете о таком состоянии. У нас принято судить о том, о чем мы не знаем. Давайте оценку, ярлыки. Мы все КВН в детстве пересмотрели. Надо 10, 9, 8. Да оставьте человека в покое. Позволь себе быть собой, а другому быть другим. Мы себе не разрешаем быть собой. Мы себя постоянно, вечно. Так нельзя. Этого люблю, этого не люблю. Но не могу развестись, потому что же значит, как же, что же дети, а на самом деле мне страшно, мне придется устраиваться на работу или мне нужно будет выйти из зоны комфорта, все время же врем, все время же врем. Человек приходит увольняться с работы и рассказывает сказку о том, что у него кто-то умер. Он даже не может сказать шефу, да я не хочу здесь работать, мне не нравится. Нет. Я очень много была с наемными сотрудниками, я видела, как они каждый раз врут. Придумывают какую-то душераздирающую историю, почему чего-то не может быть. Перестаньте врать. Мне вот знаете, вот эта вот история, да, про красивые сиськи. Ребят, если кто-то не видел сисек, мне вас мужчины искренне жалили, мальчики. Ну, пойдите, посмотрите на сиськи, подречите. Если вас сильно смущает мой топ, и вы живете в 2021 году, то как бы я знаю, что для мужчин это особая эрогенная зона, просто сегодня прям комментарии про сиськи. Во-первых, это называется грудь, запомните. У женщины грудь. Сиськи, можно сказать, у коровы. Вот, у женщины грудь. И когда-то эта грудь вас выкормила. Может быть, даже зря. Что делать, если одноклассники обсирают за одежды? Для меня сложный вопрос. Наверное, потому что он не по возрасту мне сейчас. Я не знаю, кто ваши одноклассники, в какой школе вы учитесь. И, конечно, это скорее сейчас пример для родителей, да, понимаете, на что вы обрекаете своих детей. Я вам скажу так, что одежда не сделает вас лучше или хуже. Ваши одноклассники пока еще глупые дети, маленькие. Но вас не должно сейчас это каким-то образом демотивировать. Пусть это для вас станет мотивацией в жизни сделать все для того, чтобы ваши дети никогда из-за таких вещей не переживали. На самом деле тряпки не имеют никакого значения к качествам человека. Работайте над собой и понимайте, что, к счастью или к сожалению, мы живем в материальном мире и деньги нам нужны. Поэтому не просирайте время, думайте о том, где вы можете реализоваться, как вы можете реализоваться. Ищите себя уже сейчас. А одноклассники вы ничего им не докажете сейчас. Подождитесь того времени, когда вы приедете на встречу выпускников на Бентли и в хорошей, дорогой одежде, и тогда поговорите. Сейчас вас не должно это расстраивать. Вот просто поверьте взрослому человеку, что не самое это главное. Вот так сейчас сложилось. Ничего страшного. Пусть это будет для вас мотивацией к развитию. Вот, собственно, и все. А для взрослых, я уже сказала, посмотрите и подумайте над этим. Это тоже... Сколько вам лет? Вы откуда вообще? Так, я массажист, мои клиенты куда-то разбежались. Я считаю себя хорошим специалистом, сижу вторую неделю без клиентов. Как стабилизироваться, взять себя в руки и не сдаваться? Ну, клиенты куда-то разбежались, это вопрос. Вы, может быть, хороший массажист, хотя от хороших массажистов вряд ли сбегают клиенты, но вы плохой предприниматель. Скорее всего, вы никогда не работали со своей клиентской базой, вы никогда не думали о том, что нужно быть лояльными с клиентами, каким-то образом их удерживать. Первое, что нужно сделать, это составить список всех клиентов и со всеми с ними поговорить, позвонить и сказать, как есть, что вот я хотела бы узнать, поинтересоваться, в чем причина. То есть важно понять, какая есть ключевая причина. Очень искренне спросить, пригласить на массаж, сказать о том, что у вас появилась какая-то акция, там, не знаю, 5 массажей, делаете 6 в подарок. То есть посмотрите какие-нибудь бизнес-видео на тему, я уже просто не буду вам лекции сейчас читать. Посмотрите на эту тему бизнес-видео и сделайте такой вот обзвон, предложите какую-то акцию, сделайте рассылку и обязательно наладьте с клиентами более тесные отношения. Вам нужно изучать своих клиентов и понимать, что происходит. Потому что обычно к хорошему массажисту, конечно, фиг запишешься. Поработайте с лояльностью, поработайте с какими-то акциями, чтобы они привлекали своих друзей. Например, привел друга, вы ему сделали массаж бесплатно. С базой нужно работать. Многие специалисты, которые никогда с бизнесом не работали, а работали вручную, и у них откуда-то были клиенты, они вообще не привыкли работать с клиентской базой, там, что-то, вообще ничего не умеют. А потом, когда вдруг клиенты в один момент куда-то чухают, сидят и не понимают, что делать. Вам нужно просто покачаться в бизнесе, вот и все. Ну, ничего сложного здесь нету, но очень важно выявить причину и затем объединить эту аудиторию. На YouTube есть полным-полно видео, даже, наверное, на моем канале есть про бизнес много всего, посмотрите. Так, на рерайтере будет проработка чувства вины. Но рерайтер – это не совсем про проработку чувства вины, это не совсем такого рода. Но рерайтер – это такая, знаете, глобальная перезагрузка системы. Это все-таки глобальная перезагрузка системы. Это, прежде всего, понимание. После рерайтера у вас придет два четких осознания. Первое – это чего вы хотите, потому что вы напишите об этом книгу. Вообще вы разберетесь с этим вопросом, какие у вас желания. Вот вообще, как это, чего вам нужно. И второе – это то, что вы осознаете, каким образом вы можете это получить теперь. Как вы творили до этого свою жизнь, почему она у вас такая, и как это изменить. Это две ключевые, как бы, два ключевых момента. Где твое кольцо, Оля, замужем? Да, я замужем. Мы, наверное, с Сергеем так много лет в браке, что мы перестали носить кольца. Честно вам скажу, значит, мое кольцо висит на подставочке. У меня есть такая тема, как у всех женщин. Значит, я снимаю кольцо и куда-то его кладу, и потом начинаю его искать. Я решила, что для того, чтобы я больше, значит, не задавалась этим вопросом, оно пусть будет лучше висеть. Я вообще, если вы заметили, не очень люблю украшения, видите? Вот у меня только на руке браслеты, потому что они мне мешают. Вот я очень эмоциональная все время. У меня вот этот, я могу запросто разговаривать, снять кольцо и положить его куда-то. И просто человек не совсем про украшения. Вот, а так я, да, я 13 лет уже, кстати, замужем. Так, ну что, будем с вами заканчивать чудесный эфир. Мы целый час с вами поболтали. Я надеюсь, что вам было интересно. Еще раз я вас приглашаю всех на Рерайтер жизни, потому что это очень крутая программа, и рано или поздно вы все равно ко мне придете. Так что не откладывайте на потом. Ссылочка есть сверху в моем профиле. И, пожалуйста, не будьте жадными, если вам понравился этот эфир, если он был для вас полезен после его публикации, оставьте, пожалуйста, несколько слов в комментариях, чтобы у меня была мотивация делать эфир еще. Я вам всем желаю удачи, я вам всем желаю, чтобы у вас все получалось, и я вам всем желаю уйти из состояния жертвы, перестать ждать, что кто-то сделает с вами нечто, а начать создавать свою жизнь самостоятельно. В Рерайтере я вам детально расскажу, как именно это делать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok